Видео, которое вы разберете на цитаты. Три еврея. Ортодоксальный Равин Каменецкий, светский верующий Геннадий Боголюбов и атеист Гарик Карагодский спорят, по каким принципам жить проще, счастливее и богаче. Сегодня говорим о деньгах и богатстве. От чего зависит богатство? Как зарабатывать больше? Этот вопрос волнует многих, я так понимаю. Мы условно разделили популярные мнения на эту тему на три группы. Первое. Чтобы много зарабатывать, нужно много работать. Второе. Нужно быть в потоке и прокачивать денежное мышление. И третье. Количество денег каждому предписано богом и не зависит от человека. Вообще, это комбинация между благословением от Всевышнего и то, что человек должен готовить сосуды для этого. И вообще, мы можем жить без денег. Животные живут без денег. Они живут в циве, в джунгеле. То есть, можно было бы так сделать мир, что люди жили без денег, и они бы могли жить. Идея денег – это для того, чтобы люди приблизились, чтобы была благотворительность, чтобы люди знакомились между собой. И для того, чтобы иметь успех, надо, по нашему мнению, мнению Тора, мнению иудаизма, верить во Всевышний, знать, что браха от него. Но Всевышний ждет, чтобы мы сделали сосуды. Без того, чтобы мы сделали сосуды, некуда браха и богатства прийти. Но вы понимаете в этом лучше, потому что вы богатые люди, поэтому вы сможете лучше объяснить. Я согласен с Равином Каменецким, что это очень серьезнейшая комбинация. И на базе своего опыта я могу сказать, у меня были времена, когда я много и тяжело работал, и денег у меня не прибавлялось. Были времена, когда я наслаждался жизнью, и деньги текли рекой. Поэтому я прихожу к тому, что действительно это комбинация всего, и нужно иметь и браху, и нужно и работать. И вот эта вот ситуация, быть в денежном потоке, это то, что сказал Равин, создавать сосуды, которые будут наполняться этой энергией. Я же здесь для того, чтобы отстоять теорию, что бога нет. Вы в курсе, да, Рэба? Вы потерпите? Я потерпел. Гена? Так вот, я считаю, что бога нет, потока нет, сосудов нет, что есть тяжелый труд и умение. То есть одно это сколько ты трудишься, второе как ты трудишься. Я все слова можно говорить. Да, все. Они потом вырежут. Да, не, не, не вырежут. Я пиздячил всегда 24 часа. И сейчас продолжает пиздячить 24 часа. Без шабатов. Я организовал свой труд так, что мне не звонит телефон, но это без шабатов происходит. Без перерыва на ночь мне нельзя дозвониться. Ну, знают, близкие знают, как мне дозвониться. И эта работа, она мне дала какой-то результат, который меня сегодня более-менее устраивает. Я считаю, что только работа и только правильный подход с учебой может дать результат. Я не считаю себя богатым. Никогда не считал себя богатым. Обеспеченным, да, но небогатым. Я вырос в бедной семье. В бедной – это в бедной. Это с зарплатами 120 и сколько? 170 рублей у пап. Или 150. Да, не имеет значения. Это бедность. Это не хватает денег до конца месяца. У вас голод был? Вы чувствовали голод? Нет, я не чувствовал голод, но… Рэба, я себя уговаривал, что я не чувствовал голод. Я хотел съесть что-то одно, а в холодильнике оно было. Но оно было другое. И это другое – это в лучшем случае сосиски с макаронами. То есть это конец месяца. Конец месяца по еде отличался от начала месяца. А ты киевский вообще, да? Киевский, да. И вы знали, что другие едят лучше? Вы знали друзей? Я знал друзей, многих друзей, которые ели лучше. Но меня все устраивало. Ну, конечно. Вот я, например, даже не в Киеве. Я же вырос в совсем маленьком городе. Это Днепродзержин, сейчас Каменское. Сосиски у нас тоже были. Это такая. Сосиски – это был дефицит, когда я рос. Это праздник. А чувствовал ли я голод? Я вам скажу – да. Это не то, что там совсем нечего было есть. Это было связано с моим образом жизни. То есть у меня тоже родители. Мама – инженер, папа – рабочий на заводе. Они там, я не знаю, еле-еле живали до конца месяца. Иногда одалживали, там, еще чего-то. Мы ели очень простую еду. Картошку, капусту, макароны, яйца были, колбаса, сосиски, мясные. Это было все очень… Папе рабочие привозили сало. Сложно, да. И голод был не в плане того, что, допустим, я умирал от голода. Но я занимался спортом. И все свое детство, вот у меня две чувства, я помню. Я хотел спать и я хотел есть. Потому что я рано… Ну, что плавание. Ну, какая рано вставала. А именно плавание. Да, да, да. Ну, почему? У меня не плавание было, тоже спорт был, бадминтон, но я тоже хотел есть. Да. Но мы говорим о бедности, да. Вот это была жизнь такая. День, второй день, никаких поездок, никаких отпусков. Но что интересно, я очень любил читать книжки, художественную литературу. Тогда это тоже был дефицит, библиотеки не было, люди книжки передавали. И читал под одеялом, читал во время еды, читал еще где-то под партой там в школе. И потом как-то мы, я помню, уже в 90-х, там, каких-то 90-х, глубоких 90-х, я вдруг заметил, что читать уже не хочется. Точно такая же история. И я спросил у одного своего товарища, вот как ты думаешь, раньше вообще оторваться не могли, книжки, там, два капитана, Ефремов, там, то, все, всякие эти фантастики. Почему мы раньше любили читать, а сейчас уже нет? А он говорит, ты знаешь, такую фразу сказал, я ее запомнил, уже лет 30 или больше прошло. Я говорю, ты знаешь, мы раньше читали сказки, а теперь сказка стала былью. Когда мы говорим о бедности, вопрос, сколько у него денег, это состояние души человека. Как он себя чувствует? Для того, что чувство себя не очень бедным, говорится, из-за у Ашира самаях бехилко. Кто счастлив, тот, который радуется в том, что у него есть. Вопрос, как человек себя настроил. Бедный человек, это человек, который смотрит на других и говорит, почему у меня нет то, что у них есть. И для него всегда мало. Поэтому он мучается, и он бедный, и его зависть переходит в ненависть, и он как мертвый. А если у человека здоровая душа, и все, что у него есть, его радует. А на самом деле есть для каждого достаточно. Тогда у него будет все хорошо. Ну правильно, я тоже самое имею ввиду. Но когда у тебя ничего нет, и вообще ничего нет, и ты не можешь прокормить себя и своих близких, это очень тяжело. Этому можно радоваться, но это уже другая история. Это мы перейдем к этому. Вот как вы говорите, перевести на наш язык, на более простой, говорится так, что если человек не считает, что то, что у него есть, является высшим уровнем благосостояния, то никакие богатства этого мира не будут его радовать. Имеется в виду, что вот если, допустим, сколько бы у него ни было, но ему что-то не хватает, вот эта капля зависти отравляет все остальное, то, что у него есть. Я очень хотел быть богатым. Я даже, мне снились сны, как я кошелек нашел с деньгами. Мне хотелось работать. Я не знаю, для чего это было в то время, но мне очень хотелось бы. Поэтому я считаю, что сейчас уже почитав книги, изучив всякую литературу, я больше понимаю, вот это вот на потоке прокачивать денежное мышление, это очень важно для человека. Точно так же, как важно работать, точно так же важно получать знания, но без благословения Всевышнего тоже ничего не получится. Но многие же сегодня прокачивают мышление, сидят в денежном потоке, и это все, что они делают, и ждут бабки. И они сидят на жопе и ждут бабки. Я с тобой полностью согласен, но я могу тебе привести еще примеры, когда люди работают по 24, и занимаются тем, что ты назвал, но тоже у них ничего нет. Но у нас тоже ничего не было, мы работали, и ничего не было так много лет. А почему ты работаешь и заработал, а кто-то работает и теряет? Есть же такие? Ну да. Как это понять? У меня есть ответ. У меня тоже есть. Это примитивный ответ. У меня тоже есть ответ. Когда человек, даже если он читает себя атеистом, если он занимается благотворительностью, тогда его богатство нужно Богу. У Всевышнего нет руки. А как помочь этому человеку? Через доброе сердце. А этому человеку с доброго сердца нужны деньги. И когда он показывает Всевышнему, что он делится и дает, занимается добро, у него всегда будет бюджет на это. Мне кажется, ключевое слово в религии – это «так и». Вот когда приводится какой-то пример, который очевиден. Например, червяк ест яблоко для того, чтобы жить. Дальше идет «так и» всегда в религии. Так и человек. Если он работает, при чем тот человек? При чем тот он к червяку? Вообще непонятно. Но вот это «так и» объясняет все, что уже было, все, что уже состоялось. И делает его хорошее, делает еще лучше, а плохое еще хуже. Это важно. Вот этого бога, которого нету… Да. Это вы сказали. Ну, он именно создал мир для того, чтобы увидеть доброта. И когда человек становится его партнером в этом, у него будут долгие годы, мазал и деньги, для того, чтобы он смог продолжать сделать вот эту миссию, радовать Всевышнего. По поводу того, что человек, который не верит в Бога, это мне напоминает коза, который смотрит на луна и думает, что это кусок сыра. Как это? Твердый сыр и начинает прыгать туда. А теперь объясните. Так и человек, который считает, что нет Бога. А хотите, я вам скажу мое мнение? Вот если мы говорим о вере, да? Вот есть человек, который верит в Бога, а есть человек, который верит в то, что Бога нет. И то, и то вера. Просто один верит в какую-то наполненность, а другой верит в пустоту. Как один говорит, слава Богу, что я атеист. Да. Один верит в то, что он сам наполнит, а другой ждет, пока кто-то наполнит Бога, которого нет, наполнит. Так и... Это очень глубокая тема, мы дальше к ней перейдем. У вас есть благотворительный фонд. Да. Вы известны как щедрый человек. Да. Вы знаете, что у нас есть закон, что 10% от чистых доходов, они не ваши? Это мой раввин мне сказал точно до 20. Вы даете 10%? Я... Минимум. Смотрите. Я не могу посчитать. Не только в синагогу? Вообще, то, что деньги дают и другие. Ну, на счет не только в синагогу. В синагогу я не даю уже 12 лет ничего. По известной вам причине. Я даю деньги. Налоговую инспекцию. Даю деньги. Но я не знаю, сколько эти деньги составляют процентов от моих денег. И что нужно отдать? От заработка или от того, что у меня есть? От чистого заработка. А, от чистого заработка я... Если вы берете себе миллион долларов в год на жизни, тогда минимум 100 тысяч. Откуда вы знаете про миллион? Я вижу ваш образ жизни, что это миллион в год. Это ровно миллион просто. У меня такое впечатление, что мой финансовый бухгалтер, финансовый директор сливает вам информацию. Я не хочу хвастаться. У меня есть какой-то скрытый талант. Да. Я вижу, что сколько стоит, кто сколько тратит. Какое-то... Да. Но я не злоупотребляю. А деньги же это ничто. Животные живут без денег. Но раввин, уважаемый, видит, что сколько стоит. Рэба, я отдаю десятину. Отдаю, думаю, что больше. Больше, наверное. Да. И я менеджу эти деньги. То есть я их мультиплицирую через какие-то дела, в которые вовлекают других людей. Да. Ну, тут уже идет статистика. Интересный факт. Евреи считаются более богатой и удачевой нацией, чем все остальные. Мы подсчитали, сколько евреев в списке самых богатых людей по версии Forbes за 23 год, чтобы проверить эту теорию. И вот результаты. Четвертое место Ларри Эллисон. Седьмое место Майкл Блумберг. Десятое место Стив Балмер. Двенадцатое место Ларри Пейдж. Четырнадцатое место Сергей Брин. Шестнадцатое место Марк Цукерберг. Двадцатретье место Майкл Делла. Сорок восьмое место Джефф Яс. И пятьдесятое место Стивен Шварцман. То есть двадцать процентов списков одна пятое евреи. Почему так? Они умнее или удачливее? Репшмуль? Они мотивированы. Это я так читаю. Они не умнее. Мы все умные, все люди умные. Но у евреев есть большая мотивация. Жизнь была непростая для евреев. И даже в Америке. Когда эти люди выросли, или на Украину, или в Америке, еще были места, где было написано в гольф-клуб «No dogs, no blacks, no Jews». Запрещен вход собакам, неграм и евреям. И это мотивирует человека стараться еще больше. И доказать, что он может. Я думаю, что в этом секрет богатства евреев. Смотрите. Существует два вида равновесия в природе. Есть устойчивое равновесие и неустойчивое равновесие. Вот если этот стакан с водой или стол вот так оставить и не трогать, он может стоять тут 10, 20, а может и 100 лет. Он находится в устойчивом равновесии. Но если мы его потянем каким-то образом, выведем его из этого самого, он приобретет неустойчивое равновесие. То есть он будет находиться в равновесии, пока он не упал, до тех пор, пока его держим. И когда мы его отпустим, он опять опустится в это равновесие, но он уже не будет стоять на том месте, где был до этого времени. Дело в том, что я с одним каббалистом много лет назад общался и задавал подобный же вопрос. И ответ меня совершенно поразил. Он говорил, что евреи – это специальный народ. В них есть какая-то, ну по-английски это urge, по-русски, наверное, это будет стремление, или там желание, или какая-то непреодолимая тяга к тому, чтобы поменять мир. Но просто не все понимают, как это делать, не все знают, куда идти, но их мир, какой-то мир в устойчивом равновесии не устраивают. Поэтому евреи не просто набирают богатство. Одни забирают богатство, другие устраивают революции, третий помогают бедным, четвертый помогают... Каждый пытается вложить свою вот эту неуемную тягу к перемене мира в то, что они считают нужным. Они все время пытаются вывести мир из устойчивого равновесия, для того, чтобы оно стало в неустойчивом равновесии, потому что у них ощущение, что когда он опять станет на место, вот это будет тот мир, для которого они здесь и пришли. И одно из выражений этого является желание заработать. Я вам специально оставил это. Спасибо. Я знал, что это будет ваш ответ. Спасибо. Он звучит лучше от вас, чем от Равина. Спасибо. Мне кажется, что еврей всегда стремится найти что-то, в чем он будет первым. И у меня был такой случай, ко мне обратилась девушка, говорит, можно я хочу от тебя ребенка, ты меня больше не увидишь. Вот просто ты меня больше не увидишь. Я говорю, нет, так не делается. И она объяснила, почему. У нас очень начитанный сперматозоид. Потому что я тоже читал, когда все бегали, я читал. Я очень много читал в детстве. Я так понимаю, все много читали в детстве здесь. И эта начитанность, она передается. И это приводит к успеху. То есть у меня дети занимаются совершенно разными вещами. Но это все, они успешны в своих делах. Я хочу сказать, что евреи — это народ, который Всевышний выбрал, как свой народ на горе Синай. Вы будете моим народом, который будете носить святости, свет и добро всем народам. У нас есть такая миссия и такая задача. И еврейское богатство действительно приносит очень много пользы в мире. И точно так еврейские мудрости, как Нобелский премия, например. Мы же видим, что количество евреев в процентном отношении получит или Нобелский премия. Если евреи в мире 0-0-0-1 процент, а по Нобелске премия их 40 процент. А Нобел еврей? Нобел сам не еврей, он швед. Но есть нюансы. Я хочу спросить у Равина. Вот если вы возьмете список всех богатых евреев, я просто евреев говорю. Возьмете список всех самых умных, лауреатов и так далее. Вы найдете очень маленький процент среди них религиозных людей. В этом вопросе. Сейчас живут в светском мире и были годы, когда они хотят нравиться больше. Они хотят показать, что они... И они отвернулись от Всевышнего. Это очень обидно. Это очень обидно. Но их талант остался, голова осталась, сейхл остался и мазл остался. Что будет с их внуком, это уже другой вопрос. У меня прослеживается 12 поколений у папы, и я нашел 5 поколений у мамы. Я исследовал это. Ноль религиозных. Ноль. Разные люди были. Были режиссеры. Были с маминой стороны в Малине фабрика кожевенная. Были бедные люди. Родители мои уже совсем бедные люди. Не было верующих. Не может быть. Что? Не может быть. Может быть, вы не видели борода. Может, я недостаточно глубоко пошел. Может быть, они верили, но об этом ничего не говорится. Но они были самоидентифицированы. Потому что если 12 поколений, они женились на себе подобных, они воспитывали детей для того, чтобы они продолжали... Они постились на Йом-Кипур. Ну, может быть, да. И это в ваших мечтах они постились на Йом-Кипур. Не, ну, просто в эти поколения, 12 поколения назад, не было евреи-атеистов. Я вам скажу, почему нет смысла вас уговорить. Если вы эта вера не чувствуете, человек должен чувствовать божественность. Потому что душа — это частичка Бога, который находится внутри нас. Если он не чувствует, что есть что-то выше нас, ему не надо ничего доказывать, объяснить. Это ничего не даст. Если ты объясняешь, тогда его вера будет ограничена как объяснение. А вера — это намного больше, чем объяснение. Вот. И если человек не чувствует божественность и Бога, он блокирован. И жалко такого человека. Прекрасно. И можно только пожелать, потому что доказать — это без смысла. Это ничего не даст. Теперь можно я вам отвечу. Я считаю, что у человека есть жизнь. Есть душа, есть душа. Я согласен. Почему она должна принадлежать кому-то? Я не согласен. Есть у человека наполненность жизни. Если она недостаточно наполнена, в моем мнении, человек обращается к вере. И вера заполняет весь предоставленный ей объем. Как газ. В хорошем смысле слова. В моей семье верующих не будет точно детей. Ну, потому что они воспитывались так. Я воспитывался в семье без веры. Ты, скорее всего, тоже, да? Или нет? Категорически без. Без веры. Без веры. Я без веры. У меня не было еврейских праздников. Мы точно так же... Мы ели что-то вкусное, как на христианскую Пасху, так и на Песах. Мы угощали мацой, нас угощали салом, соседей. Ну, так жили. Я, допустим, согласен с уважаемым раввином, потому что я не знаю, как у кого. Я знаю, как было лично у меня. То есть, да, мы выросли в такой обстановке, когда не было еврейства. Да, бабушки у меня были. Они даже на идыше разговаривали, мацупекли. Но для меня какие-то эти еврейские праздники было больше экзотика. А нормальные праздники были 1 мая, 7 ноября, Новый год, 8 марта. Все эти советские праздники. И я вам скажу, в начале, ну, как это, в молодости, я был не просто атеистом. Я был воинствующим атеистом. Все, что было связано с религией, а в это время религия была только вот православие, я не просто отрицал, а это меня бесило. Вот эти попы, там, еще чего-то, кресты и так далее, опиум для народа. И единственное, когда я начал прикасаться к слову религия, ну, скажем так, я считаю, что религия – это очень тяжелое понятие. Я его не очень воспринимаю, хотя Равин Каменецкий мне сказал, что в святом языке нету слова «религия». Религия заимствована евреем из греческого языка для того, чтобы можно было описать традиции. А традиция – это форма. И вот я, когда прикоснулся к этой форме, и понял, что есть евреи, есть иудаизм, потихонечку начал читать книги и так далее, вот тогда ко мне стало приходить с удовольствием. Я от атеизма переходил к тому, что я становился верующим человеком. И что для меня вера? Вот перефразируя слова Равина, он абсолютно четко сказал, вот представьте себе, человек родился в этом помещении, и всю жизнь в нем живет. А ему говорят, за стенами этого помещения есть еще помещение, а еще какое-то, а дальше прекрасный мир, есть море, солнце. Но он, кроме этой стены, больше ничего не видит. И вот это знание. Я знаю, что есть эта стена. Значит, за пределами того, что я знаю, больше для меня ничего не существует. А когда я верю, то нет границ. Мир становится большим. Мир становится бесконечным. И вот это вот то преимущество, которое я получил, став человеком верующим. Это не заполнило меня как газ. Это меня расширило намного больше, чем вот я есть. Это вышло за пределы моего сознания, которое, скорее всего, конечна. А что делать людям, которые уже живут не в комнате? Они уже живут везде. Уже видят все. Не, ну все видят в плане физического мира, а в плане каких-то, не знаю, эмоциональных, моральных вещей и так далее. Если я знаю, это уже больше граничит к эгоизмам, еще со всеми делами. А я хочу верить. Я же пробовал, я ходил в синагогу, пробовал верить. И я пробовал грибы. Так вот, грибы глюциногенные. Да, я понимаю. На порядок ближе меня придвинули к вере, чем много лет хождения в синагогу. Окей, у тебя свой путь. Да-да-да. Я думаю, если вы дали пример от дома, когда смотришь на дом, его кто-то построил. Или ты увидел строитель, или не увидели его, но ты понимаешь, что его кто-то сделал. Я не думаю, что у вас есть сомнение, что кто-то сделал этот мир, но вы читаете, что это не бог, это какая-то сила. Дарвин. Да? Ну там тоже кто-то... То есть вот эта сила вам не нравится... Нет, это человека Дарвин. А обезьяну же тоже кто-то создал. Ну эволюция, да. Две другие обезьяны. Кто-то должен начать... И вам просто не нравится идея, что есть бог, кому вы должны быть благодарны, кому вы должны быть обязаны, или вам не нравится этот мир, и вы не хотите такой бог, на которого вы обижаетесь и злитесь, почему его мир такой нехороший? Можно я из двух вариантов... Может, я из двух вариантов... Первый или второй? Нет, третий. Извините, ну вы же перечислили это. Есть такая неприличная, я потом расскажу не на камеру вопрос, и там он манипулятивный, когда из двух выбираешь. Когда предлагают вообще, я знаю, что когда мне предлагают выбор из двух, нужно бежать. Сейчас в сети бродит такая модная штука, как какой-то инвестбанкир рассказал, написал письмо своей дочери в подарок на день рождения, что она никому ничего не должна. Чтобы она должна запомнить, что это ей подарок, я не помню его фамилию, что она ничего никому не должна, и все ухватились за это, как за костыль, что никто никому ничего не должен. Я считаю, что вообще мир держится на чувстве долга. Я должен стране, я должен стране, я должен своим родителям, я должен прохожим на улице вести себя адекватно, когда я прохожу мимо них. То есть все держится, мы сегодня должны там делать то-то, то-то-то-то. Все держится на чувстве долга. Долга или признательность и благодарность тоже? Я считаю, что я должен, я должен вести себя в каких-то рамках в каждой ситуации. Я себе скажу. Я не считаю, что я кому-то что-то должен, но у меня есть чувство ответственности. Геннадий Розочин любит это слово. Да. У меня есть чувство ответственности. Откуда оно пришло, как оно сформировалось. Но я не должен здесь говорить слова, от которых меня ждут. Я не должен вести себя на улице, как положено. У меня есть чувство ответственности для того, чтобы не обидеть каких-то других людей. Это не то, что я должен. Я думаю, что бейс, ваша должность, это то, что у вас есть признательность и благодарность людям. Вы признаете. Поэтому вы читаете, что вы им должны. Мы можем бодаться между должность и ответственность, но фактически мы говорим об одном и том же. Гарик, должен. Когда мы говорим, что человек должен жить в радости, кайфовать, когда вы говорите слово должен, получается, что вы это не делаете в радости и что вы не кайфуете в это время. Вы обязаны. У вас есть ответственность перед обществом. Я достаточно кайфую. Я достаточно кайфую. Слово кайфую должен не работать вместе. Вы сейчас хотите, как любой верующий человек, разложить человека на простые чувства. А чувства неверующего, они гораздо сложнее. Я верующий точно как вы. Что? Мы с вами верующие одно и то же. Да, просто в разные вещи. А если мне это не интересно? Ну, есть он. Мне ничего не меняет от того, что есть Бог или нет. То есть... Не, если он есть, тогда твоя вера не в то, что надо. Да мне все равно. Я же покойник. Есть известный анекдот. Пришла в Советский Союз, пришла учительница в класс и говорит детям, что Бога нет. А ученик говорит, откуда вы знаете? Она говорит, вы видите его? Его нету. Поэтому его нету. Вы не видите его. А ученик говорит, учительница, у вас есть мозги? Она говорит, конечно. Он говорит, но мы же не видим ваши мозги. Значит, их нету. Красиво. У вас решение, это мое свидетельство. На каждую мою хуйню у рыбы будут две притчи. Это я точно знаю. И наоборот. Вы были бы тоже хорошими рыбами. Я не просто был бы... Если бы открыли общину в Киеве... Я бы его вижу в реформистской общине где-нибудь во Флориде. Это была бы забитая синагога. Но цветная. Да. Цветная община. В нашей тут теме есть такая сторонники версии больше работать. Илон Маск. Второй самый богатый человек в мире с состоянием 180 миллиардов долларов. Является собственником и главным инженером компании по производству космического транспорта SpaceX. В декабре 2021 года признан человеком года по версии Time. Не религиозен. Некоторые цитаты Маска. Пошли как проклятый. Ты обязан уделять работы от 80 до 100 часов своей жизни каждую неделю. Это повысит шансы на успех. Если у тебя есть миллионы долларов, это меняет твой образ жизни. Те, кто говорит иначе, нагло врут. Мне не нужно работать с точки зрения стандартной жизни. Но знаете, я работаю всегда. Я работаю каждый день. И на выходных. И я несколько лет не был в отпуске. Отпуск нужен 100%. Я люблю отдыхать. Я отдыхаю 3-4 дня. После этого мне опять хочется работать. Я научился ездить отдыхать на 4 дня. Мне говорят, ты летишь в условную Австралию или Японию на 4 дня. Ты еманулся. Я говорю, ну вот я лечу на 4 дня. Вы знаете, вот мне однажды попалась книга одного из религиозных людей, еврея. Он описывал как-то на примерах существующего мира примеры, как... Есть ли мир дальше? Я хочу вам сказать, вот Илон Маск, он точно работает не ради денег. Мы просто сравниваем грушу с яблоком. У него есть желание что-то поменять. У него есть предназначение в этом мире. Вот как вы объясните, например, человеку, которому, например, 100 лет. И он уже, не знаю, живет, может быть, дай бог ему еще много, но он живет последний год своей жизни или предпоследний год своей жизни. У него есть миллиард долларов, но он продолжает работать. Пытается зарабатывать деньги. Или, например, композитор пытается дописать какую-то оперу, зная о том, что пока его положат на инструменты и оркестр ее разучат, скорее всего, его не будет уже в живых. Или я видел людей, которые работают над каким-то инженерным проектом и говорят, что я болен, я стар, но мне нужно успеть его доделать, для того, чтобы я оставил после себя какую-то память. Так и мы. Мы, допустим, то, что у Маска есть какие-то смысл в жизни, предназначение в жизни, желание как-то поменять мир. Как-то это, я не знаю как, у каждого свое. Но мы меряем это его желание, эти его достижения именно деньгами. Я не думаю, что кто-то бы хотел работать 100 часов в неделю, не ходить в отпуск и не знать о том, что такое настоящая жизнь. Но у него есть какая-то мотивация. Я хочу добавить. Я думаю, что очень неправильно мы смотрим на это. Окей. Раньше была работа и был отпуск. Сегодня отпуск на работа и работа в отпуске. У всех. Нет такого уже. Ты сидишь в Киеве и работаешь, и это твой отпуск тоже. Потому что ты начал время общаться с друзьями, ходить в спортзал, на массаж. Потом, когда ты находишься в Австралии в эти 4 дня, ты доступен. Надо принимать какое-то решение. Что такое работа вообще? Работа и отдых, и отпуск, это все, оно замешано сегодня. Сейчас подумайте, если я прав или нет. Вы работаете в Киеве? Конечно. Ну, хорошо. Но если смотреть, как выглядит наш день... Сейчас я работаю, или я в отпуске? Вот, хороший вопрос. Я посчитал, сколько нужно денег человеку до конца жизни. И это конечная цифра. Я взял миллион, который назвал Рэбе. Он полностью соответствует моим расходам. Сюда входит 300-400 тысяч на благотворительность, обучение детей, аренда дома. Все входит. Одежда, ну все. Это в год? В год. Помножил на количество лет. Как? 40. Ну, 40 я себе еще отвел, до 103. Так. Все. Дальше идет спорт. То есть, это спорт высоких достижений, зарабатывания. То есть, это уже не деньги. То есть, тебе нужно 40 миллионов, это минимум, а все остальное... Да, детям я не оставляю, это мы потом скажем. Все, 40 миллионов. Ну, и вот что ты скажешь? Надо ли работать... Ты же считаешь, что не надо работать как сумасшедшему? Я работаю как сумасшедший. Я работаю... У меня чаты, рабочие чаты, включены постоянно. Мне могут написать ночью в любое время. Я отвечаю тогда, когда я на связи. И у меня нет понятия рабочего времени, нерабочего. Я в чат в рабочий. Пишу в любое время. Я приучил своих работников, сотрудников, что они должны в личное время отключать телефон, что они могут не отвечать мне в выходные, ночью, все это. Но телефон у них должен стоять на беззвучном. А если они поставили его со звуком, это их геморрой. А в Австралии ты с телефоном? Я везде с телефоном. Конечно. Вот это есть отдых. Но у меня нет зависимости от телефона. У меня нет желания сейчас посмотреть. Звонил мне кто-то, не звонил мне кто-то. Ну да. Мне сейчас тоже не интересно, мне интересно с вами. А вот когда я еду в машине, например, вместо того, чтобы смотреть по сторонам, я смотрю в телефон. Но я тоже не вижу, куда мы едем. Когда ты говоришь, я работаю 2-3 дня, потом 3-4 дня я не работаю, куда-то уезжаю. Вот эта вот смесь этого всего, это тоже вредная ситуация. Ты не находишься здесь и сейчас. Ну то есть в вульгарном, я уж перейду на язык, который ты начал, это называется не совмещать жопу с головой. Ну например. То есть сидя в офисе, в свое рабочее время ты размышляешь над тем, куда тебе поехать в эти 3-4 дня, которые ты себе для отдыха. То есть у тебя жопа сидит за твоим рабочим столом, а голова у тебя уже в Австралии, куда ты собрался. А что плохо? Это если плохо организована работа, да. Минуточку. Но в тот момент, когда ты вышел в Сидней или в Мельбурне, или где там из самолета, и ты включаешь телефон, что же это у меня в Киеве, то у тебя жопа в Австралии, а голова обратно в Киеве. И так ты все время, оно в разнообразии. Ну ему так нравится. Это всем так нравится. Но это не то. То есть для человека нужно быть совмещенным. Но ты тоже такой. И я такой. Ну а что? В смысле быть совмещенным? Осознанным. Я вот сегодня в Киеве, я об Австралии не думаю. Это невозможно сегодня. Я не могу, я сейчас, мне все интересно, все беседы интересно, но у меня рой мыслей, и я не могу остановить их, они на все те. Сторонники версии быть в потоке. Джо Диспенса, один из самых влиятельных майндсеттеров среди миллениалов. 2,6 миллиона подписчиков в Инстаграм, 950 тысяч YouTube, годовой доход 51 миллион долларов. Джо Диспенса пишет о том, как достигнуть богатства, здоровья и счастья, основываясь на теории квантового поля и исследованиях в сфере физики. При этом по образованию Диспенса хиропрактик. Диспенса написал более 30 книг, самая популярная из них «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенса, я чудом знаю это буквосочетание, потому что я уже сталкивался. Это люди, которые нихуя вообще не хотят работать. Книги, которые он пишет, они начинаются с цифры, 7 шагов к успешному оргазму, 10 шагов к благополучию, там 3 шага «Как стать успешным» из ничего, из нихуя вообще, вот ты был неуспешным, «Как стать успешным», прочитав книгу Джо Диспенса. Какой у него был агент, если не сложно, посмотри образование последнее? Написано «хиропрактик». Хиропрактик. Это чистый хиропрактик, то есть это какая-то херня чистая. Это массаж. Которая заменяет, то есть мне кажется, что это вместо веры у людей, они верят в то, что прочитав Джо Диспенса, они могут стать богатыми, успешными, и, в общем, это какая-то поебень с большим количеством подписчиков. Ну, вот понимаешь, самая интересная вещь, по-моему, Харари говорит, что есть два вида новостей. Есть фейковые новости, это когда тысяча человек месяц верят одной новости. А есть вот настоящие новости, это когда миллиард человек тысячу лет верит чему-то. Вот если у человека есть миллион подписчиков, если у него есть там 10 миллионов фолловеров и так далее, и так далее, значит, что-то там есть в этой энергии, в этой книге про «Семь шагов». Ты ее не чувствуешь, а кто-то чувствует. У нее харизма, которая мотивирует людей. Ну, книга, в книге энергия. Это ее харизма, это ее сила. Я, например, когда книгу читаю, открываю книгу, и мне она не идет, как бы мне ее не рекомендовали. Я ее закрываю и там откладываю в сторону. А бывает, откроешь, и вот чувствуешь что-то, и хочется дочитать до конца. Скажи, Харари, он, ты его читал? Вот так книгу, как книгу. Не цитаты, а как книгу. Вот книгу читал «Homo sapiens». Прочитал? Да. Понравилось? Нет. Говно редчайшее. То есть кто-то должен сказать, что Харари – говно, дутое говно. Давай это будем мы. Он позиционирует себя, как философ. Он пишет… Мы Харари еще перейдем, давай этого закончим. Некоторые цитаты из книги «Сила подсознания». Вы можете желать богатства и думать денежные мысли, но если вы ощущаете себя бедным, вам никогда не привлечь в свою жизнь финансовое изобилие. Почему? Потому что мысли – это язык мозга, а чувство и ощущение – язык тела. Вы думаете одно, а чувствуете другое. И если мозг и тело посылают противоречивые сообщения, квантовое поле не даст внятного ответа. Полностью согласен. Квантовое поле реагирует не на ваше желание, а на ваше состояние бытия. То есть для достижения богатства нужно физически ощущать себя богатым. Мне такое впечатление, что он взял 300 букв, вот так подбрасывает, и они в разном порядке устанавливаются в правильные слова. Есть какая-то программа. Диспенсер, да. Да, но их миллионы людей читают и кайфуют от этого, и ждут, когда следующая книга выйдет. Но эти миллионы, они находятся на какой ступени развития? В твоем понимании? В моем понимании? Давайте я скажу в моем понимании. Это нижайшая ступень развития, когда они вместо того, чтобы работать, верят, что прочитав диспенсер и придя на работу, у них все станет охуенней. А оно не становится. Вы не в его аудиторию, в его аудиторию. Другого типа людей. Но большинство людей в этом мире это другого типа людей. Верующие, я помню. Простые, наивные. Вообще не наивные это люди диспенсер. Я, например, полностью согласен с тем, что если ты думаешь одно, чувствуешь другое, говоришь третье, ты теряешь энергию. Но энергия начинает, что это примитивно. Это звучит. Оно примитивно. Если ты всегда начнешь говорить то, что ты думаешь, тебе пиздец. Любому человеку. Вот если бы ты сейчас сказал то, что ты думаешь, на тебя бы обиделись один человек, два человека. Не факт. Не факт. Да, не факт. Ну хорошо. Мы начинаем с этого, мы начинаем с этого, а потом контролируя то, что ты говоришь, ты начинаешь и думать по-другому. Но я не хочу этого. Ты ошибаешься. Гена, ты когда-то был, мы же давно не виделись. Любим. Ты когда-то был, и мне это очень нравилось, злым человеком. Окей, пусть будет так. Ну ты был злым. Нет? Ну это же субъективно. Ты меня так оценивал. Да, да, да. Там он так выгладил. Я очень люблю злых людей. Я себя отношу к злым. То есть при внешней доброте я злой. А то, что ты говоришь, это стать добрым. Ты прав. Мы с тобой не виделись 20 лет. Да, да. Сколько-то. И в то время, вот таким, каким я был, можно было меня обозначить злым или добрым. И может быть, если я раньше был злым, а кто-то был таким добрым, тогда там, где я был, это было одно понимание ситуации. Там, где я сейчас нахожусь, через 20 лет, как мы не виделись, там уже такого понятия нет, как злой и добрый. Там уже немножко по-другому все это выглядит. Можно сказать, более осознанный, с расширенным сознанием и все чего-нибудь. Не достаточно злой. Вернее, хорошо. Та злость, которая была, она, может быть, и осталась только в том объеме, в котором я расширил, она имеет меньше значения. Хорошо. Это не было злость. Это выглядело как злость. Конечно. Это было что-то другое. Экспрессион. Давайте подытожим. Поскольку вот было три мнения, и, честно говоря, мы их обсудили все, и хотелось бы выяснить, кто при каком мнении остался. Я считаю, что общаться нужно стараться с богатыми людьми, потому что там расценки выше, там ты быстрее наживешь. но денежный поток, я считаю, что это дутая хуйня. На Всевышнего я не рассчитываю, потому что мы знаем почему. Потому что я рассчитываю только на себя. А работать нужно очень много. Много-много. То есть два из трех или один? Один из тех. Только работать? Ты как Маск? Только работать. Нет. Я как Гарик. А Гарик, а Маск... Как Гарик. Маск, кстати, типичный маминкин-сынок. Окей. Но он продвинутый очень, очень продвинутый. Уважаемый. И я считаю, что надо работать для того, чтобы создавать сосуды для божественного благословения и молиться, надеяться на Всевышний и отдать кошерную десятину. Тогда будет браха. Это проверенный рецепт. Я вижу на Украине в моих знакомых люди, которые живут по этим правилам, живут долго. И Всевышний не забирает их богатство. Мое мнение, я действительно верю в браху. Я верю в мозаль. Я верю в то, что многое идет от Всевышнего. Потому что я в своей жизни видел различные варианты. И тяжело работающих, и не работающих, и так далее. И это все, богатства распределялись непропорционально. Поэтому я верю в благословение Всевышнего. Я считаю, что нужно быть в потоке. Потому что для того, чтобы... Ну, мне, например. Для того, чтобы работать, для того, чтобы правильно понимать ситуацию, нужно слишком много работать над собой. Мне недостаточно работать руками или головой. Нужно внутри менять что-то. И, в принципе, когда это меняется, тогда уже надо работать, когда хочется. Когда работа приносит удовольствие. А когда это уже удовольствие, это не работа. Поэтому тогда ты сам решаешь. Нужен тебе отпуск, не нужен тебе отпуск. Ну, вот этот грань для меня... То есть работа для меня стоит на последнем месте. Скажем так. А для меня нет. Поэтому мы здесь. Все разные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин